Россия и Китай готовятся реализовать крупные проекты о поставках газа в КНР. В ходе международного форума в Пекине стороны провели переговоры о нюансах данного контракта. До конца года «Газпром» планирует подписать с Китаем основные условия поставки газа из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта «Сила Сибири». Отмечу также, что строительство газопровода идет с опережением графика. Уже построено 740 километров газопровода, 1000 километров трубы сварено в нитку. О подробностях проекта «Лайфа» рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. У нас есть подписанный контракт на 30 лет, контракт о поставке 38 миллиардов кубометров газа. Это проект в рамках «Силы Сибири». И у нас есть договоренность в отношении того, что мы в качестве развития проекта «Сила Сибири» начинаем работу по изучению возможности поставок трубопроводного газа в Китай из района Дальнего Востока. Проведены предварительные технико-экономические исследования. Они показали экономическую целесообразность и техническую существимость этого проекта. На саммите в Пекине министр финансов России Антон Силуанов призвал иностранных инвесторов вкладываться в нашу страну. Он отметил, что Россия совместно с международными институтами развития должны объединить усилия в инвестировании в инфраструктуру нашей страны. А для укрепления российско-китайских отношений российский министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил построить еще один мост между двумя странами. Как отмечает министр, для реализации всего потенциала двусторонних отношений пока не хватает транспортной инфраструктуры. Отмечу также, что в настоящее время уже строится мост Благовещенской Хэйхэй и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинская Тунцзян. Еще раз напомню, что на форум в Пекине съехались главы из десятков государств. Не пропустил важные события президент Белоруссии Александр Лукашенко. В столице Китая он пролетел вместе с сыном Колей. На форуме 12-летний подросток передал первой леди Китая Пэн Ли Уань в подарок шкатулку. Правда, что внутри коробки неизвестно. Переводчик не потребовался, говорили на русском в Пекине. Владимир Путин провел встречу с президентом Чехии Милошем Земаном. Лидеры обсудили отношения двух стран. Президент Путин отметил, что российско-чешские отношения развиваются и поддерживаются на высоком уровне, несмотря ни на какие сложности. Отмечу, Милош Земан отказался привлекать переводчика для общения с президентом Путиным. Я вспоминаю два года назад. В сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, у нас в начале этого года наблюдается рост товарооборота даже более чем на 44%. Это хороший признак и хорошая тенденция. Господин президент, я с вами полностью согласен, что мы должны сосредоточиться на развитии конкретных связей. Мы предложили создание совместного дискуссионного форума. И, по кому я знаю, российская страна хочет, чтобы этот форум с чешской стороны защищал какой-то человек с авторитетом. Я не полностью уверен, если у меня авторитет, но если да, я полностью готов это защищать. Кроме того, между Россией и Чехией наблюдается рост товарооборота, по данным на начало текущего года, более чем на 44%. Милош Земан предположил, что этому способствует приток российских туристов в Чехию. Владимир Путин добавил, что это связано с постепенным повышением доходов российских граждан. Еще перед переговорами с российским лидером чешский президент пошутил по поводу курения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В обсуждении включился и Владимир Путин. Глава российского МИДа прокомментировал также историю вокруг фотосъемки и его встречи с Дональдом Трампом. По словам министра, его сильно удивило шумит и СМИ за фотографии, которые были сделаны во время встречи с президентом США в Вашингтоне 10 мая. Все случилось. Белый дом объяснил, что никого скандала не было. Захарова объяснила, что у него было скандала. Нет, Белый дом объяснил. И у них на сайте есть, что все было согласовывалось. Так же, как и в отношении других министров. Напомню, на встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом были допущены только их личные фотографы. МИД России опубликовал снимки, а американская сторона протокольные фотографии публиковать не стала. В американских СМИ развернулась настоящая дискуссия о допуске прессы на эту встречу. Некоторые средства массовой информации возмутились тем, что им не разрешили освещать события.